Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы завершим с вами сейчас разговор о первом послании апостола Павла Коринфянам, обратившись к последней, шестнадцатой главе. Шестнадцатая глава довольно короткая. Все же, тем не менее, здесь есть некоторые важные вещи, на которые следует обратить внимание. Во-первых, апостол Павел предлагает Коринфянам некоторое общее служение, которое с его точки зрения может обеспечить, если так можно выразиться, это географическое единство христианских общин. Ведь это первое столетие. Здесь иерархического соподчинения общин нет и быть не может. И нелепо даже пытаться представить себе, как это могло бы быть. В первом столетии каждая община вполне самостоятельна и независима друг от друга, даже если пребывает в тех или иных генеалогических отношениях, потому что апостолы все живые, все существующие общины порождены, основаны апостолами сообща или поодиночке. Поэтому вот все христианские общины церкви в более или менее равном положении. Хотя для апостола Павла важно обозначить, что это все одна церковь Христова, а на практике это, собственно, означает некоторое его отнесение к церкви Иерусалима. Потому что церковь Иерусалима в то время, когда пишется это послание, когда происходят все эти события, ну, в общем, находится в некотором противопоставлении со всеми остальными, особенно с Павловыми общинами. И связано это с тем, что церковь Иерусалима состоит из иудеев, которые большей частью прилежно и даже, может быть, образцово соблюдают иудейский закон. При всем том, будучи учениками Господа Иисуса Христа. И хотя со времен апостольского собора 49-го года прошло уже несколько лет до того момента, когда пишется это послание, тем не менее, некоторый антагонизм существует. Христиане в иудее склонны опасаться христиан-изъязычников, потому что это вызывает наекания со стороны неуверовавших иудеев и делает таким образом жизнь для христиан в Иерусалиме небезопасной. И это для них нередко оказывается настолько важнее единства в вере во Христа, что когда Павла арестовывают в Иерусалиме, он вынужден обратиться за поддержкой и помощью к фарисеям, а не к христианам Иерусалима, потому что фарисеи его поддержали, а христиане нет. Ну вот, таким образом Павел пытается обозначить хоть какими-то способами, хоть какими-то поступками, действиями вот это единство христиан по всему миру. То, что для него очевидно, один Христос, одна вера, одно крещение, во Христе нет ни Иудея, ни Эллина, все вы тело Христово. То, что для Павла очевидно, и то, что для многих христиан в Иудее далеко не очевидно, потому что они думают, что христианин из иудеев и христианин из язычников не одно и то же. А некоторые просто, повторяю, опасаются гонения со стороны иудеев, поэтому считают, что христиане из язычников тоже должны обрезаться и стать иудеями, а потом уже становиться христианами. Вот в этой ситуации апостол ищет способа как-то обозначить, как-то воплотить единство всех христиан в Господе Иисусе. И придумал апостол вот такую вещь, он собирает пожертвования в разных языках христианских церквях, в том числе в Коринфе, для того, чтобы отвезти христианам Иерусалима, чтобы убедить христиан Иерусалима, христиан из иудеев, что вон те из язычников, которые живут в Коринфе, тоже люди, тоже христиане, тоже ваши братья. Ну, вероятно, отчаявшись объяснить им это словом. И здесь он пишет о том, как он рекомендует организовать, собственно, это дело, сбор пожертвований и подаяния в Иерусалим. Потому что в Иерусалиме они там были все очень-очень бедными, в первое время все принесли к ногам апостолов, некоторое время существовали на общее имущество, а потом оно кончилось. Да к тому же еще наступил голод. Поэтому вот апостол предлагает отправить подаяние в Иерусалим, называет это именно подаянием, соответственно, предлагает христианам Коринфа, сделает следующим образом. Пусть в первый день недели каждый из вас что-то у себя отложит и сбережет, сколько позволит ему состояние, чтобы, когда я приду, не делать сборов, не ходить с кружкой, не тратить на это все время. Когда же приду, вот там тех, кого вы изберете, я отправлю с письмами. Собственно, это очень важный пример на самом деле и пожертвований, и поста в первом столетии. Потому что в представлениях апостола Павла и других христиан первого столетия пост заключается в том, чтобы в течение недели пытаться питаться подешевле, сэкономить на этом, то есть есть не форель, а сосиски, грубо говоря, сэкономить, сэкономленную сумму в воскресенье, в первый день недели, принести в церковь и пожертвовать. Ну и там Павел через какое-то время это соберет и отправит в Иерусалим. В более поздние времена, уже после гибели Павла, таким образом собирались также пожертвования для бедных. И вот он предлагает вообще вот этот принцип начинать с этого неделю, собирать, копить и через какое-то время это отдавать. Вот мы бы сейчас сказали завести отдельный конвертик для средств, которые ты зарплаты откладываешь или особенно из того, что удалось сэкономить, за неделю особенно на еде и вот там отдаешь нуждающимся либо непосредственно, либо через какие-то там общинные формы попечения о нуждающихся, о бедных. Далее, в середине 16 главы апостол говорит о своих планах, говорит о том, что вот я пойду сюда, пойду туда, буду проходить, но не останусь у вас, не хочу, говорит он, видеть вам мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Вот удивительно, понимаете, это черта характера, я бы сказал, очень важная для верующего. Он четко понимает план действий и четко понимает, что у Бога может быть другое мнение. Поэтому он говорит, вот я запланировал так, так, так и так, и все это будет так, если Господь позволит. Ну, я бы сказал, что это довольно поучительная вещь. И, наконец, основной, последний уже вывод, который он диктует, бодрствуйте, стойте в вере, все у вас да будет с любовью. Вот все то, что он говорил о духовных дарованиях, о церкви, о воскресении, о служении христиан, все у вас да будет с любовью, все с этого начинается, говорит апостол. И дальше, кроме частных указаний на отдельных лиц, в конце он говорит, мое приветствие собственноручно, то, что он приписал сам, видимо, все предыдущее он продиктовал. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Вот что, собственно, Павел говорит сам от себя и пишет лично. Самое сокровенное для него важное. Если не любите Иисуса Христа, то это анафема и конец, и все, и ничего больше не остается. Маранафа, да придет Господь Бог, собственно, означают эти слова, в устах Павла, если ты не любишь Христа, Господа Иисуса, твоя жизнь кончена. Вот что, о чем он свидетельствует, что важно для него самого, и добавляя, доверяя вере своих читателей, благодать Господа нашего Иисуса Христа, да будет с вами. Не вообще что-то, а благодать Господа Иисуса Христа, потому что в центре всей веры, всего свидетельства и учения апостола Павла личности Иисуса. Продолжение следует...